На депутатский мандат в новом составе краевого парламента претендовали политические партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Коммунисты России». По одномандатным округам были и партийные лидеры, и самовыдвиженцы. Ожидания перемен с таким настроением жители муниципалитета шли на избирательные участки в единый день голосования. Я несколько раз пропустил, не голосовал. Сегодня я чувствую, что нужно голосовать. Вот, и мой голос, что-то должен решать. Чтоб не выбрали кого-то другого, чтобы, ну, мой выбор был мой выбор. Пришло время голосовать, надо голосовать. Выберем, потом мне надо побежаться. В жизни города хочу видеть нового человека, новое венье, новая деятельность, потому что все, что были люди старые, они у нас уже работали, мы это уже видели. Хочется чего-то нового, перемен хочется. В течение всего дня голосования представитель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» проводил мониторинг ситуации на избирательных участках города-курорта. Пока без нарушений, которые повлияли бы на воле изъявления граждан. Мелкие жалобы и заявления не там поставили в стационарный ящик, не дали места, но это же не влияет на воле изъявления. Да, конечно, на это надо реагировать. И, ну, самое главное, уходить от конфликтности, не доводить членам комиссии с правом решающего голоса, когда они будут просто-напросто заниматься только рассмотрением жалоб и заявлений, а непосредственно своими функциональными разными. По итогам дня голосования мнение экспертов не изменилось. Давление на воле изъявления граждан не оказывалось. Выборы в Анапе прошли без нарушений. Анапчане ожидают от своих представителей в краевом парламенте внимания, неравнодушия к проблемам курорта и его жителей.